Субтитры делал DimaTorzok Пинг-понг это спортивное аниме о пятерых людях, играющих в настольный теннис. Один из них аутист, другой чудак-пофигист, а остальные по сути являются второстепенными персонажами, чья роль заключается в выдаче контекста, а также своего мнения или своей точки зрения касаемо сущности одной и той же дилеммы. Мораль всей истории в том, что задротить сутками напролёт бессмысленно, потому что ничем хорошим это никогда не заканчивается, и лучше просто получать удовольствие, делая то, что тебе нравится, пока ты молод, потому что рано или поздно оно закончится, и дальше что? Всё это идёт вкупе с довольно неплохим саундтреком, реально интересными пинг-понг-матчами и некоторыми вещами, которые я по сути никогда не видел в аниме, вроде китайца, что разговаривает на китайском. Сам... знаю, сам в шоке. Самыми сильными достоинствами этого шоу являются его персонажи и структура. За время моего просмотра я не мог избавиться от навязчивого чувства, что я смотрю не аниме, а западный фильм. Не предназначенный для западной аудитории, заметьте, а взаправдочный фильм, вроде Фореста Гампа или любого фильма раннего Тарантино. Пожалуй, я так думаю, из-за темпа повествования и того, как большая часть персонажей здесь говорит. Но я не могу сказать, что мне это не понравилось. Более того, такой подход делает персонажей более... приземленными, но в то же время не слишком реалистичными, что в свою очередь сближает их со зрителем, особенно если он ещё и сам спортсмен или работает в схожих областях. В целом, это довольно неплохое аниме и... А, да. Почти забыл, что меня ещё смотрят всякие казуалы. Да, графон здесь слегка вычурный и это может вас серьёзно разочаровать, особенно если вы один из тех людей, что считает, что графика это самое главное, а остальным вы можете пойти подтереться. Лично я не имел никаких проблем со стилем аниме, я даже скажу, что обычная рисовка бы навредила ему. Но я всего лишь маска, я-то что. Но даже если вы сможете вытерпеть нетрадиционный вид этого шоу, то вы можете испытать те же проблемы, что многие люди имеют с тем же Форест Гампом или ранними фильмами Тарантино. Для большинства людей они очень скучные и медленные. А, этот парень умственно отсталый и ему более везёт по жизни. Ах, я под столом. Вы что, не знаете, что 90% всех русских детей насилуют белорусские политики, а? Это фильм о кучке бандюган, которым немного не повезло. Ой, плачь, плачь, плачь. Кого вообще сегодня волнуют бандиты? Мы что, в 1940 году живём? Вы что, не знаете о гендерном разрыве во платье труда или хакерах, или о чём там ещё современная интеллигенция разговаривает сегодня? То же самое и здесь. Это аниме «Чего как, что играют в пинг-понг» и... Да кого, блядь, вообще волнует пинг-понг в 2017 году? Я даже не знал, что такой спорт вообще существует. Ёбаные игроки в Старкрафт популярнее вас. Ну и что, что люди в этом шоу испытывают то, что профессиональные спортсмены испытывают каждый божий день? Кого это волнует? Проиграют сегодня, попробуют в следующем году. Ничего с ними не случится. А знаете, что на самом деле важно? Ругаться на мусульман и коммунистов. Почему бы и нет? И народ смотрит, да и подписчики быстрее набираются. Пинг-понг – это аниме, обречённое быть культовой классикой. Достаточно хорошее, чтобы набрать довольно внушительную фан-базу и в целом быть обсуждаемым. Недостаточно хорошее, чтобы массы оценили и ставили в пример для всего жанра. Большая часть людей будут знать о его существовании, но никогда не удосушится его посмотреть. Во многом из-за того, что они плебеи, но также из-за того, что с их точки зрения это всё дичь какая-то. Моё мнение об этом шоу довольно прямолинейно. Это, пожалуй, самое лучшее спортивное аниме, что я когда-либо видел. Но проблема в том, что мои ожидания от поделки в этом жанре столь низки, что оно плавает с морскими чертями. Ну вот наша маленькая игра с заказом и подошла к концу. А это значит, что настало время немного отдохнуть. И под отдохнуть я имею в виду ехать в Гималай в поисках новой маски для меня. И так как эта маска должна иметь частичку меня, то это значит, что в течение следующих одной-двух недель осматривать аниме я не смогу. Однако, не переживайте, мои дорогие слушатели. Мои работодатели записали небольшой такой архив моей ругани, а потому, пока я ищу то, не знаю что, вы будете смотреть что-то другое, но, надеюсь, всё такое же весёлое для вас. Вскоре увидимся. Когда новый сезон кончится, и мне неизбежно придётся его обозревать.